Луни показывали нам, да, эти луны с рапирами, которые идут, просто тебя ломают. Опять же, здесь же так же можно идти атаковать, если у луны все будет хорошо. Под того же самого Рубика, под вайпера, под танка. Просто заходить и спокойно там с главами раскидывать эту базу. Я вот теперь больше хочу от нави, чтобы они поставили какую-нибудь агрессивную, ну, либо даблу в хард, либо, ну, все то же самое, триплу. Ну, вот, мне кажется, что лунин поначалу мало кто может помочь. Вот будет стоять Рубик луна, ну, что это за линия такая? Ну, что они смогут сделать? Классическая линия, если Баунт Хантер придет, то неплохо все будет. Да сильно Рубик с руки там будет разминать. Стандартная старая линия, да, сейчас, конечно, такие каретки можно видеть, но все равно. Shadow Demon! Чтоб не своровали. Слушай, а последние фишечки НС смотрели? Дорогие друзья, я обращаюсь сейчас к зрителям, и тебя тоже, Серега, видел, ты не видел. Я не смотрел, вот, расскажи. Морфинг и Shadow Demon там очень неплохо друг с другом взаимодействуют, и плодят шикарные иллюзии. Морфинг может... Очень много, очень много иллюзий плодят, ну, я так понимаю, да. Да, да, делает Морфинг сам иллюзии, потом Shadow Demon делает на него иллюзии, четыре иллюзии идут в бой, они наносят очень много урона, потому что Морфинг имеет свой белый урон хороший, и... Да, это может работать. Бан Пугну, пожалуйста. А, нет, я вру, это ЕГЭ, и мне надо Пугну банить. А вот на Аве, ну, забаньте Пугну. Ну, Пугна ломает все товары, ну, забаньте ее. Ну, не нужно ее видеть. Вы и так все забанили, именно на подпуш. Ченны, Бестмастеры, Нечас Профиты, Дрорейнджеры, Визажи. Пугну, уберите, ну, уберите Пугну. Ну, сейчас опять же Сумейл ее возьмет, опять будет играть на ней. Опять будут проблемы. Хотя Пугна для ЕГЭ, это, знаешь, что это халявный шутган для Морфа. Ну, вообще, да. Это он просто... И причем... Жестче урон он будет. Там сколько? The Etherblade 40, да, добавляет, а... Декрпфайс 60 дает, поэтому это еще жестче будет. Ну, от греха, молодцы. Нави ее забанили все-таки. Ну, что ЕГЭ каждый матч играет. Ну, зачем давать персонажа, когда твой противник играет каждый матч с этим... С этим Пугной. Ну что, куда-нибудь не хватает нам персонажа Shadow Demon. Так, в оффлайн. В оффлайн, в оффлайн для Бэтрайдера нету. Кто еще может помочь так хорошенько? Именно и на лайне постоять. Бесмастера тоже нету. Какой выбор? На Тайтхантер. Тайтхантер. Тайтхантер неплохо. Тайтхантер неплохо, но его загонять могут именно на лайне. Проблемы были у генерала на предыдущей карте, да, на Тине. Очень часто его убивали, просто не давали дышать. Поэтому этот главный плеймейкер команды Na'Vi вообще из игры был отстранен там на первые 15 минут до появления своего даггера. Ну и потом у него прям не как-то очень... не очень круто шла игра. Вот этот фейл от Смокганга, да, в миде, когда он не смог Фира подцепить на Драгонайте. Поэтому надо собраться тоже к генералу. Витя, машину нужно включать, Витю Бульдозера, чтобы сминать этих игр. Ну да, он должен быть каким-то спорткаром в игре, наверное, а не запорожцем, которого пинают, пинают, который выходит, покупив себе один артефакт и опять умирает на полпути. Просто это самый стабильный игрок в команде Na'Vi. Вот всегда, Витя всегда отлично отыгрывает. Меньше всех приседает именно в играх. Да, ну теперь Тейт Хантер, окей, посмотрим, как не получится. Ну и ответ в оффлейн. Это Сэнд Кинг для Сюмейла. Ну вообще по линиям стало поинтереснее чуть-чуть. То есть они понимали, что возможно будут некоторые трудности с тем, чтобы защитить своих кор-героев. Сейчас Сэнд Кинг это более-менее самостоятельная боевая единица. Луна с Рубиком тоже окей вроде. Вайпер в центре, ну мы знаем, Вайпер классический. Который будет стоять, впитывать, как мы это уже предсказывали. И в общем-то особо с линии тоже не прогонишь. Но тем не менее, я не скажу, что у Na'Vi пик плохо. Тут есть и какая-то задумка, тут есть и свои фишечки. Есть и хорошая задумка выхода в лейт, например, да, с ДП, с Морфлигом, с Тайт Хантером. Тоже здорово смотрится. Есть заделы на пуш. Поэтому более-менее сбалансированный пик получился. Да, оба пика великолепных, на самом деле. Сейчас будем смотреть на исполнение. В Na'Vi исполнение хромало на предыдущей карте. Очень хочется, чтобы они именно меньше брака делали. Правильно, этот брак, он на пустом месте. Вот эти детские ошибки на таком уровне игры, на самом деле, в Dota, они вот не должны совершаться. Все-таки где-то ты там загулял не в нужном месте, да, без байбэка, где-то еще что-то. Ну нет, нет, ребята, надо собрать. Надо по щеке себя побить и взбодриться. Играть с полной концентрацией, с полной выкладкой. Все правильно ты говоришь. Действительно, сегодня это все-таки не первый матч у Na'Vi. Они уже первую игру провели, ее выиграли. Уже раскликали. Раскликались, была возможность передохнуть. Все должно быть окей, по идее. Мы ждем от Na'Vi той игры, которую они могут показывать. Мы должны увидеть тот прогресс из мажора в мажор, из мажора в минор, который за последние три недели есть у команды Natus Vincere. Ну, у Evil Geniuses при этом все в порядке. Мы это с вами видели. Они неплохо справились с своим соперником в первом раунде с командой Infamous. Сейчас вот с Na'Vi первую карту достаточно блистательно провели, полностью реализовав свою стратегию с пугной. Ну и вот смотрим, что будут делать сейчас. И самое главное и самое интересное, конечно же, это расстановка линий прежде всего. И здесь внезапно Arteezy идет в hard вместе с Vubic. Да, это уже не внезапность на самом деле. Сейчас очень часто это все происходит. Ты в свои тут легкие... Ну, как бы свап происходит, да, что ты своего оффлейнера на легкую линию отправляешь, а там в сложный как раз отправляется вот этот трипла стоять. Сейчас это патч именно под это. Посмотрим. Угу. А у нас Morphlink. Угу. Это Morphlink в центр? Вот у нас что-то. Morph в центр, да. С Crystallize против эфира. Ну, не знаю. Лайнап такой. Эфир его там, мне кажется, загоняет. Ну и Morphlink, я уверен, будет стоять не один. То есть, я думаю, как минимум Лил туда подтянется и будет вставлять компанию Morph. Ну, само собой, надо, надо помогать, потому что лайнап Viper Morph, ну, я не знаю. Так нельзя вставлять соло на соло. Viper, конечно же, этот лайн должен выиграть. Если Morph там в начале, да, не переденает прям именно в жестко. Потому что там Мизери еще будет гулять, у Morph'а будет огромная проблема, потому что Лилу сразу надо перетягиваться на Middle и как-то пытаться там за счет своих позинов этого Viper прогонять. Ну и сентри, соответственно, да. В мизери вот нет сентри, который он может сбить. Лилу уже сейчас идет ставить. Здесь поставит, нет, не поставит, поставит, не поставит. Ну, надо, надо, надо. Ну, вот сразу, да. Вот у нас сентри, да. Должен сейчас Фир дать информацию, но должен прокликать, был Лилу. Двоем должны его гонять. А Фир, о, в мизери, то есть, отправляется у нас вниз помогать своему, помогать Сумаилу. Он опять кидает у нас Фира, разменивает одну линию, да. Это, как и на предыдущей карте, Фира были проблемы, но потом он там собрал свой Даггер на этом Драгонайте. А вот снизу Сумаил. Ну, опять же, игра вот на Сумаила идет просто. Без разницы на какой длине стоит. Миди, там, в оффлейне, в керри. Просто игра идет на него. Что этот парень расфармится, этот парень выиграет. Ну, на самом деле, конечно, вот у команды Evil Genius в целом с этих перестановок ничего не поменялось. По геймплею я имею ввиду. А вот для команд противников, да, для них постоянный вопрос. Черт, ну куда же Сумаил пойдет опять? Кто же ему снова будет помогать? И на каком он будет герои? И все стало намного запутаннее. И к Evil Genius таким образом стало сложнее готовиться. Я вот смотрю, то есть, казалось бы, да, Сен Кинг. Но, опять-таки, Сен Кинг с суппортом. Кто бы мог такое подумать, что третьей позиции у оффлейнеру будет помогать еще и суппорт на стадии лейнинга. А мидера бросят. А вот EG играют именно так. И вот поэтому, на тем же самом Na'Vi, я уверен, было очень неприятно и неудобно готовиться к Evil Genius. Потому что никогда не знаю, что от них ожидать даже со стадии лейнинга. Да сейчас все так стараются играть, на самом деле. Сейчас с онлайна непонятная. Очень сильно Dota поменялась в последние месяца. И люди уже дефолтом не играют. Уже именно кто куда бегает. Плевать, на самом деле. Потому что уже все могут стоять на любых лайнах. Да, ну пока видим баунти-хантер второго уровня. Наворовал экспириенсы немножечко. Сен Кинга линия подпушилась. Нужно сейчас своровать баунтос. Это грамотно. Своровать чужие баунтосы. Это вообще к делу, к месту. Да, и Крит тоже забирает баунти. Посмотрите. В принципе, не четыре баунти забрать баунти брать. Крит. Килл вон везде, да. Хорошие руны. А так, нет. То есть, просто четыре баунти руны забрали бы на второй минуте. Это было бы совсем печально. Ну, получается, три забрали. Правильно? Три забрали. Уже три, да. Могли и четыре, на самом деле. Чуть у нас не успел Крит дойти. Это свои. Блин, на позиции. Понимая, третьей минуты еще нет. Где-то Курьера можно было перехватить. Обошел, но Курьера так и не отыскал. В общем-то и баунти-хантер даже и не пытался. Смотрите, Мизери немножечко другой геймплей. Он больше старается как-то на нижней линии опять же помочь. Мизери. Он не Мизери лил, то есть на миде. Но линия подпушилась, вряд ли будут убивать. Килл будет снизу. Вот я, мне кажется, готов сделать ставку. Даже так? Да. Да. Ну, генерала вряд ли заберут. Так не отдастся этим двум персонажам. А вот снизу Леброн и Дэнди, они могут сильно просесть. Скорее всего, Леброн. Я тоже не верю, что, например, в центре Вайпера смогут убить. У него тут и Ферри Файер, куча Хапоригена и уровень, в принципе, неплохой. Кристаллай сам тут пострадал, поэтому даже если вдруг напросятся через какой-то Дизрапшн, Солл Кейчер, я думаю, вряд ли смогут осилить. На топе действительно Тайдхантер герой плотный. Вот он развлекается. Генерал все в порядке. Настроение хорошее. Можно и таунты поиспользовать. Ну, а вот эти бимы пока не страшны, генерал. У него тоже очень много Хапоригена. Купил себе стики. Старается просто экспо получать. Ну, я бы не сказал, что хорошее настроение после первой проигранной карты, после того, как его загнобили. А вот именно то, что, да, ему на лайне очень трудно что-либо сделать, это 100%. На мидер у нас стянулся Леброн, да, и сейчас могут на дедушку Фира у нас выходить. И Фира у нас первой пассивкой, не сильно она его спасает будет. Уже вторую взял, вот, только что четвертый левелл получил. Так, заходит у нас с одной стороны Лил, с другой стороны Леброн. Телепорт должен идти у нас от кого-либо здесь может быть, но нет. Фира не спасает. Или спасает. Есть ТП. Сноубол. Фира все-таки стирает. Да. Ферстбат. Отличное телодвижение от Леброна. Переместился в центр, смогли сделать этот минус. Пытался Мизери перехватить, но тут ТП от Леброна. Очень грамотно, чтобы не подставить, чтобы не было никакого размена. Ну, должна быть информация, на самом деле. Я не знаю, зачем Фирс я принес первым итемом Маквиллу стики. Стики спасают в таких ситуациях. Ты должен все стики приносить первым итемом стики и капли. Ну, ты знаешь, пока они на линии стояли, никто ее способностей толком не использовал. То есть морфлинг вейформ первый раз, по-моему, потратил прямо сейчас во время убийства. ШД тоже особо способности вроде не тратил. У него даже, вот, видим, шаду поезда нет. Поэтому эти стики бы элементарно не заряжались. На линии все было неплохо у Фира вот до этого фрага. И он, в общем, просто имел деньги и купил себе Квиллу. Его тоже можно понять. Да. Ну, играет на Кристаллайзе. То же самое, как в Навик всегда это происходит. Кристаллайзу дают Space. Но должны его охранять, потому что все-таки это морф. Если его просто так кидать на медиа, будут огромные проблемы. Очень опасный момент. Курьеры видел. Мизери видел Курьера. Мизери на исходной позиции есть Дженада. Мизери готов. Итак, 3, 2, 1. 2 хп. Это что, это серьезно, Мизери? Это просто он по минимуму, походу, ударил своей атакой. Потому что у меня 51-65 урон. Разброс большой. Очень, ну, минимальной атакой ударил. Вообще должен был убиваться вторым инвизом, вторым шаду воком. Потому что он третий левел уже. Но не прошло. Вот это реально просто unluck. Вот это реально деморализует очень сильно. Ну, ты идешь на Баунти Хантере, все четко сделал. Вард поставил. Есть инфа на Курьера. Ну, ладно, может быть, сверху. Должен его Мизери еще убивать. Ну, да, тут должен быть килл. 13-ти ковщего луны. Сбима должен забирать. Да, один-один. Ну, не Курьера, так Тайт Хантера. Сказал Мизери. Ну, за Курьера намного больше, чем за Тайт Хантера. Согласен. Ну, лучше хоть что-то, чем ничего. Сейчас вот его трудно будет пробить, на самом деле. Но его все равно убьют, с руки забьют. Снова Леброн, снова выход в центр и очень даже результативный. Ну, что ж, Кристаллайзу нужно помогать. Это Морфлинг. Морфлинг в лейте будет силен. Дайте ему возможность пофармить, поделать фрагов. И он эту игру, может быть, даже и выиграет в соло. Поэтому тут навидел и все очень грамотно. Ой-ой-ой. Чуть-чуть у нас не залетает. Ашарс. Ну, на самом деле, может быть, это и правильно, что он не залетел. Там Сумаил мог бы пойти вообще их разобрать бы двоих, но по шрайну ходит. Генерал на топе страдает. Удар с Дженады. Тут же ТП отлило. ШД рядышком. Пока не использует свои способности. Второй дизрапшен, второй салткетчер. Генерал отпивает с помощью хилинг селф. Здесь же Артизи пятого уровня ультимейта нет. Видит генерал, он отпился. Нужно бьем. У меня шестиков еще, они сейчас раскидают тут всех ЕГЭ, на самом деле. Нельзя так по таурум атаковать. Сейчас они все тут поумирают. Вот. Чуть-чуть. Буквально не хватило. Очень интересно. Лил играет у нас с раскачкой такой, через дизрапшен и салткетчер. Макшеный. Вот. Без Пойзона. Мне кажется, это чуть-чуть странновато. Ну, вот он прям сразу готовится для того, чтобы делать морфингу эти иллюзии. Прям вот, чтобы по левелу, скажем так, не красиво. Способность. Просветки нету. Есть просветка, есть просветка. Почему не захотели попытаться убить Сумаэла? Ну, там один стиков, наверное, просто не пошли из-за этого. И еще подкастик к финале был у нас Дэнди. Поэтому не догнали бы. Там еще и пауэрстретс уже готовый. В центре снова дизрапшен. Пытается убить Фира. Кристаллайз здесь. Маны на вейформ не хватает. Сам по замедлениям оказался. О-о-о, Лил с дабл демджем добивает ки вайпера, но погибает сам. Но размен того стоил. Браво, Лил не постеснялся, развернулся. И Леброн Сумаэла. Вот, наконец-то, без даже просветки, убивает его. Потому что песок в кулдауне. И сверху тавр падает. У Нави очередной раз вот этот верхний тавр. Убивают. Оставят, наверное, до Артизи. Акцентирует свое внимание и был Джинниус именно на верхнюю линию, играя за Радиант. Второй раз мы это уже видим. Ставит туда хорошую даблу, где один из кор-героев будет разваливать, прогонять оффлейнера, соответственно, и сносить вышку. Пока это работает. У Артизи топовый крипстат, топовый Нетворц. БХ погибла. Отлично. Хорошо, хорошо. Костолайз отлично счет. 1-0-3. По фарму он мне неплохо. Надо, Марфан, надо его отжирать. Колечко уже есть. Персик скоро появится. Но даже несмотря на такой превосходный кда, там три асиста, один фраг, плюс скрипов добивает. Луна все равно впереди. Вот что интересно. Ой, опять генерал страдает. Ну что ж, как вот не клеится у Витя сегодня игра, не знаю почему, он идет вперед и погибает, две смерти. Есть реведж, конечно, но как-то вот не так мы привыкли видеть Витю. Витя мы привыкли видеть на острие атаки все время. Он покупает себе быстрый артефакт, на тине каком-нибудь идет, ломает, там кого-то находит. А здесь прям грустно. Не получается. Луна все хорошо, у нее 17 крипов больше, и она тавры что-то забрала в соло, это как бы тоже лишнее там плюс-минус 500 голды. Мом будет приобретать себе артизим для того, чтобы ускорить свой фарм, это правильно. Давайте посмотрим, есть ли хоть какие-то стаки. Ну, стаков под луну пока не делали, мы видим. Ну, я думаю, что в будущем будет. Смайл там всем подстакал. Сейчас пойдет выфармливать. Копать надо. Такой кэжуал ПТ на Санкинге. Да, ничего страшного. ПТ-шки сейчас неплохо. Добавили вот этот мокспит, как раз ее смоил. Опасно. Забивается. Забивает нас морфа, вот это вот неприятно было сверху. Как он тут оказался? Вот-вот тут. Фармил. Фармил морф. Нашел место. На морфе очень аккуратно надо фармить, просто аккуратно. Сейчас вот это... Так, а что в центре-то не стоялось? В центре было нормально, это все стаки достанутся. Не знаю, почему не стоялось. Телепорт у нас по Мезоредут. Есть просветка. У нас Смайл. Смайла могут сделать выход сейчас. Мог вообще закатываться дальше. Песок. Просветка. Должны убить. Центр такой наглый. Не сработал. Но тут проблема есть небольшая. Дэнти активировал свой экзорцизм и отдал его криту. Камань, неприятно. Это неприятно. Ну и пока крит, видимо, не использует. Сейчас, сейчас будут использовать. У него атаку, ему откипать нельзя было. Так, из-за... Подрывач, подрывач надо убивать их всех. Ну, одного бедного господи крита, что его стерли. Прям поплыл, поплыл тут генерал. Ну, ты знаешь, у него был суперполезный спелл ворованный. Поэтому, возможно, на него и стоило потратить трэвис, чтобы просто убить и не испытывать трэвис. Могли просто с рук забить. У него 800 жизней там. И посвивка. Ну, скорее всего, да. Баунти-хантер. Оп-оп-оп. Перед генералом. Баунти-рунус воровал. Книжку себе купил. Поднимет себе лэул. Пятый с половинкой. Там до шестого, наверное, пока не хватит. Там шестой уже будет сразу. Там семьсот. Там шестой будет. Да, здорово. Трэки появятся. Можно будет раздрать. Сейчас посмотрим, сколько дадут. Ну, шестой должен дать моментально. Ну, сейчас еще и подвору эту генерала немного. Сколько раз вот эту уже книжку зачитывал. Там на четвертом, почти пятом уровне. И шестой должен давать. Ну, семьсот, пятьсот. Уже не пятьсот, семьсот же дают. Вот пять тысяч плейнг. Я тоже помню. Я на Рикимару тоже покупаю все время книжку. У меня там четвертый с половиной уровень до книжки. А потом покупаю. У меня пятый с половиной там примерно становится. Ну, плюс-минус. Сразу шестой не дают. Ну, чуть не ходит. Дух рипов. Так. У нас у Майл снизу может пострадать. Но там не треведжи, мы знаем об этом. Сумайл тоже прекрасно понимает. Выкапывается и уходит. Ну, а в центре пуш. В центре пуш, крит и эфира здесь. Наваливаются на тавер. Он может на чем-то защищаться. Учащаются иллюзиями Леброна. Ну, хотя бы так. Ну, и три тысячи преимущества. Вот, казалось бы, ничего не происходит. Церковь. Так, а вот через ультимейт, через третий салкетчер. Как сейчас больно будет с этой волны. И по эфиру залетит. Впитал. Там, конечно, вот эти 40-50 уже усиление урона с четвертым салкетчером. Это очень больно. Ну, такая раскачка до алила. Как раз таки и позволяет делать какие-то минусы. Моментальный фокус по одному из персонажей противника. Салкетчер четвертого уровня прокачки. Мы видим уже 50% топ урона. И мы видим, это работает. Через дизрапшн просто делаете минус один. Сразу. В начале драки. А там дальше уже будет видно. Ну, упускают из виды нави сейчас. Такого персонажа, как Луна от Артизи. Под Момом. Ну, мы видим, что фарм ускоряется. Причем заметно. И 7300 уже на Творс. Обгоняет того же Морлинга на 2300. Яша приобретает себе Артизи. Очередной смог. Клики пошли. Видели, видели этот смог. Под Вардом он был заюзан. Поэтому сейчас вообще стяжка пойдет. Могут вообще забайтить на этого Морфа. Крислать, столько не подставься. Я понимаю, байт байтом, конечно. Но можно схлопотать целые Эклипсы и не выжить. Там вся команда. Ну, а везде. Посмотрите, как они оберегают. Они реально байтят четвером на верхней линии. Надо убивать хотя бы Крита. Понимаешь, что Крит минус должен быть. Если мне зафейлит. Хорошая волна от Крита. И еще Сноутбол до него, по идее, не докатится вообще. Да. Хорошая. Хорошо, хорошо, Крит. А Крит неплох. Вот даже не миндгейм, казалось бы. Не драг 5 на 5. А вот нужную способность своровать. И держать ее при себе. А он это умеет. Экзорцизмом, правда, не воспользовался, но... Крит в последнее время классно отыгрывает. Именно вот на таске. На таске нравится. На виспе. Такой свой именно микро подфиксил. Морф. Мизери, мизери, мизери. Курьер. Мизери, курьер, мизери, курьер. Да, он это сделал. Тут же получает просветку. Может, трестала сейчас будет. Наверное, вряд ли отсюда уйдет уже. Сильно его забили. Как же это обидно погибать от вейвформы, собственно. Наверное. Там еще и подцепили лилы. Так, вот, ну, у Нави начинаются какие-то проблемы. Не знаю, почему у них персонажи погибают на разных участках карты. У них погибает курьер в центре, сверху морфинг, снизу Shadow of the Demon. Все где-то погибают. Остановитесь, Нави. Вот Сумаила можно убить. Правильно, загуливает слишком далеко. Есть у него конверг. Телепорт. Гвард ставит, ра, не простил. Генерал просто. А давай. Трубика смел просто реведжа. Сумаила смел с реведжа. Ну, вообще, Сумаила можно было. Такие, как там по нафорсу. Да, по нафорсу идет. Господи, как же лун открывается. 8500. 8500! Она на 3000 опережает просто морфа. А ее никто не трогает. Вообще никто не трогает. ЧС Энжин Яш собирает. Сейчас нужно убивать ее. Со всех сторон стягиваются. Денди здесь. Да, под маской Майнас просто убежит. Наверное, вряд ли уже Лил догонит. А вот и разменяют. Здесь Рубика. Но это хорошо. Это хорошо для Артизи. Потому что сейчас за него просто большое количество денег. Низу. Генерал погибает. Витя! Ну, пожалуйста, давай. Постановите Витю. Витя надо победить. Да, Витя надо не фидить. Остановите. Остановите. Пожалуйста, кто-нибудь. Ну, ладно, третья смерть. Ну, конечно, реведжи, которые он дает там в одного героя. Ну, а что делать с другой стороны? Если бы ты не сделал фраг, это было бы ужаснее. Да, тот же Синь Кинг, если бы ушел в том моменте, конечно, Нави бы разочаровались. Но, с другой стороны, реведж тратишь, и Evil Geniuses чувствует себя хорошо на карте. Они не боятся уже каких-то сражений 5 на 5, потому что кулдаун у реведжи слишком большой. Ну, и бегает, вот, смотрите, Миздери. Сейчас будет вешать треки. Эпицентр. Здравствуйте. Здравствуйте, Морфинг. Ну, вот так это работает примерно. Простейшая комбинация Синь Кинг плюс Баунти Хантер, но работает исправно. Стоит в арт, то есть все перемещения противника они видят. Бегают, гангают, убивают. При этом спокойно, опять же, без каких-либо проблем, casual артизи фармит себе casual сэнджин яшу. Он уже на фармил ее. Да, и Баунти Хантер будет уходить. Грамотный выбор. Масков Мэдна сэнджин яша бабочка. Как-то так. Бабочка с фата Некрапира. Ну, нормально. Нормальная сборка. Потом можно сэнджин яшу просто разобрать. Для бадаманта стайла. Ну, так, наверное, и поступит. Ну, пока подпушивает тир-2. Там гонялись за Мизери. Мизери всех обманул и просто убежал. Сейчас еще и Бунтоса будет забирать Лил здесь. Не успевает, очевидно. А, подождите. Солкетчер, просветка Дизрапшн. Генерал, хорошо, что у него нет Рэвэджа. Я вот сейчас очень рад, что у него нет Рэвэджа. Потому что генерал бы сейчас взорвал просто Мизери. Ну и так убили. Норм. Так убили. Но аж ты с тем временем Тавр забрал просто на халяву. И посмотри на его на Творс. Он просто на... 4-300 на 16-й минуте опережает вражеского Керри. 4-300. Не 1300, не 2-300, а 4-300. А морфинг без Линкенсвера и действительно сложно. Вот опять-таки сравнивать морфинга и Луну в качестве... Вот по параметру скорости фарма, очевидно, Луна будет выигрывать. У морфинга нет такой возможности быстро зачищать стаки нейтральных крипов каких-то. Под него обычно и не стакают. Он покупает себе первым артефактом Линкенсверу, которая тоже не ускоряет его фарм. И поэтому, когда ничего не происходит, когда кор-героев даже если не трогают, естественно, Луна будет перефармивать. Вот это сейчас, если заметит на самом деле ЕГЭ, это тоже можно зафармить, вообще здесь подраться. С Майилу ходит красиво у нас. Чит-бинтагера. Вот это вот нельзя отдавать Луне, потому что там 3 стака. Если какую-то драку сейчас выигрывает, это Луна потом где-то все зафармит. Будет очень печально. Смотрите, в Na'Vi поставили 3 сентри. Раз, два, три вот в этой области, в своем лесу, и не нашли вард. Они еще поставили вот здесь сентри, а еще вот здесь сентри они поставили, а еще вот здесь сентри у них стоит. Они просто везде сентри поставили, а вардов нигде нет. А вард стоит на дефолтной позиции. Да. Как это работает? Поймали, баунтихантер, окей. Дизрапшн, салкетчер должны... Санкинг! Ой-ой-ой. Сноубол! Хороший сноубол, Батлибрана. Так, но фокус по баунтихантеру не прошел. С другой стороны, эпицентр был использован. У генерала есть, рэвэдж крит может подставиться. Нет, криты тоже не цепляют. И все здесь обошлось. И гай отойдут. Луна? Луна не с ними. Луна ждет аншентов. Луна почти блокинбар. Снизу еще руна какая-то, да. Руна ускорение берет у нас Батлзенкинг. Артизи фармит блокинбар, и я такое чувство, что они просто делают выход на Рошана. Это ракет Баунтихантера. Снова опять-таки, как на ладони бегают нави. Каждый их перемещением, безусловно, видно. И знают об этом и в Ладжениусус. Поэтому Луна находит самую дальнюю позицию от противника. И, ну, просто безопасно фармит. Зачищает свой лесочек верхний. И потом перемещается в чужой лес. Там же тоже дофармливает. И вот блокинбар уже действительно появляется. В то время, как только-только линькин сфера появилась у кристаллайза на морфлинге. Очень много. 5 тысяч уже везет. 11 тысяч. 11 тысяч голды ведут у нас в ЕГЭ. На 18-м минуте при равном счете. В таком равном? На нави даже больше фагов сделано. Ну, там... Да, но нави 11-8 вообще ведут. 11 тысяч ведут у нас в ЕГЭ. О, да. Летит блокинбар и выход на Рошана. И сейчас очень... Если нави придут туда, сейчас будет очень неожиданно для них, что у Луны блокинбар. Он прилетел незаметно. И сейчас они как пойдут воевать, они сейчас, мне кажется, поплатятся вообще за это. Могли спокойно драться. Да, увидели, что Баунтихантер мимо пробежал. Поставили сентрин, обманул всех. Тут подставляется Лил под фокус. Рядом генерал. Гашем отбрасывается. Но потеряли уже шаду демона. Атака на Мизери. Мизери, трек. И просто бежать. Валерас панчет. Не догонят Мизери. Сплитит за нави. Завкусили Тайтхантер. Тайтхантер так и не дал реведж. Ну и Рошана можно спокойно его дженюсов добивать. Леброна сейчас могут цеплять. Да, Сумоил уже за ним идет. Через 5 секунд будет. Блинк Даггер и Леброн отправится в таверну. Да, есть у него сноубол. Может еще чуть пожить. Вот на крипов попытается сделать, но нет. И еще и Дэнди могут цеплять. Нет, не будут. Сарашан тоже отправляет скопил команды ЕГЭ. Ну, в одну калитку тут пока идет. 17 тысяч голды. Ну, к сожалению, да. Вот просто найди могут подрежать. Еще вот этих хэншинтов. Ой, как все плохо. Их тоже зафармят. Два рэвиджа мы видели за игру. За эти 20 минут оба рэвиджа были использованы на одного героя. И нужна драка 5 на 5 такая, где будет хорошо работать экзорцизм. Под рэвидж будет Саленс от Дэс Профит, где Морфлинг сможет кого-то зафокусить под Солкейчером. Вот что-то подобное. Потому что если этого Нави не придумают, не придумают, как произвести хорошую драку 5 на 5, игра в таком же темпе просто закончится. Потому что Evil Genius сейчас несут все внешние строения до базы противника. Потом поднимутся на хайграунды. и все сломают. Им нужно что-то делать. Им нужно делать какую-то... Им нужно Луну убить вообще. Вот убьешь Луну, отыграешь тысячи четыре прям сразу. Пятнадцать тысяч уже. Пятнадцать тысяч. Ой, как плохо это все, Нави. Ой, как плохо. И Луна Агу еще пофармит на минут 5. И вот если они не будут никуда спешить, у него появится бабочка плюс сатаник, и все. Они как бы... Ее уже не убить будут. Надо опять же надеяться только на какой-то магический проказ, наверное. До БКБ за реводж или после БКБ, непонятно. Да, под смачок еще у нас пошли. ИГ. Делать хороший выход под свой вот этот же вард. Опять. Вот смотри, просто вот здесь вард стоял, да? Которые не сбивали. И вот еще вард стоит, которые тоже не сбивали. Просто этот... Очень хорошо баунтихантер их расставляет. И вот сейчас будут фокусить Денти, скорее всего, отправиться таверну моментально. Здесь по цветы не можно драться. Слишком уж сильные. Натус Винсера, да. Погибает таск не успел заселить с помощью снообола. И просто двух героев стер, Леба без байбэка. Да, консапта была для Артизи. Еще два килла сверху к нему. Минус тавер. На халяву. У Денти нет байбэка. Можно вообще на рампу идти и проверить, байбэк ли есть у Денти. Ну, скорее всего, так и будут делать ЕГЭ. Поэтому классика жанра. Это даже не проверка. Это просто заход на нижнюю линию для того, чтобы снести сторону. Там неважно, есть байбэк, нет. Может, перефармлив. Тавер сносят, и сторона минус. Не смогут сюда подойти Навиа. Попытается сейчас генерал, может закрепскипить. У меня нет даггера. Он не может ворваться именно в драку, поэтому будет уходить, будет пытаться как раз-таки. Ну, а эта сторона будет падать даже без боя. Ее даже не будут защищать у нас снови. Да и на второй, мне кажется, могут его джинни спокойно пойти, прям по центру. Крепы там подпушивают. Да, да, да. Еще очень много денег зарабатывают. Уже 20 тысяч преимуществ. Ну, пытаются сплитпушить на то с Винцера сейчас. У них время нету, они не смогут этим сплитпушим. Тут очень много дэмэджа, которые в тебя влетают. Надо драться. Надо драться прямо сейчас. Уже бабочка есть. Эликинс верно кристаллайзает, тут же моментально сбивают. Фир рядышком. Хватайте никому нагоним. Ну, треки, треки. Мизери дает, конечно, вижен, дает информацию. Разрушили Тир-3, переждут сейчас тучку от Вайпера. Да, ну и... Нави туда, понятное дело, не пошли. Тучка закончилась. Теперь Нави могут раз. Так, генерал заходит. Рэвэдж неплохой по пятерых. Вот прямо сейчас. Вайфорн туда же под Сноуболом. Мы под Сайленсом. Кзарциза вроде бы все идеально сделали. Луну первый раз убили. Убили также баунтихантер. Фира можно тоже скрызть. Отличная драка. И теперь главный рейд босс. Луна одна против пятерых. Но сделать ничего не должна. Сноуболом. 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 Как они его пропустили. О, просто... Какой же тайминг. Как он ворвался. Просто по четверым. Просто... Как это было сыграно. Луну впитало, забайтил на себя. И Сумаил идеальный тайминг для врыва. Куча байбеков от Нави. Просто три байбека, чтобы спастись. Да, и сторону-то там добивается. Сумаил еще и сторону добил. И до Бараку там еще 35 хп осталось. Господи, просто он драку сейчас перевернул. Ну, малак красавчик. Просто красавчик. Да, дождаться идеального момента для врыва. Переродился Артизий. И этот эпицентр под коп по четверым. Ну, это, конечно, легендарный врыв. Окей, Нави прогнали противника. Ну, какой ценой? Куча байбеков. Потерянные две линии. Сумаил еще при этом уходит из-под Морфлинга. Ну, и видим 25 тысяч преимуществ от Evil Genius. Просто 25 тысяч. 24, ладно. Тауэр забрали. Отыграли немножко. Что делать? Ну, опять же, вот сейчас повторюсь. Вот сейчас было хорошо. Вот это хорошо. Вот этот замес нужно было проворачивать раньше. Был рэвидж. Вейформ также можно было дать. Экзорцизм был всегда. Был сайленс всегда у Дес Профит. Можно было такие замесы проводить. Но Нави-то только-только получил у нас даггер как раз-таки. И генерал из-за этого-то он хороший. На, по курьеру, Мизери. Ну, его будут убивать. Здесь, понятное дело, кем там есть уже у генерала. Но денег он много приносит своей команде. Убили. Но курьера нет. Курьера нет. Я думаю, что его Geniuses не будут куда-либо торопиться сейчас. Ой, там Аганим уже есть у Рубика. Неплохо. Вапер тоже. Там у всех уже столько денег. Это все по треками происходит. Они деньги зарабатывают по треками. Поэтому такое жесткое преимущество. Именно в начале было. Очень быстро получилось. На 10-й минуте как раз-таки. Ну, вот мой, да, когда он книжку съел, там не хватало. Ну, 10-й минута была. И все, и по треками просто киллы начали делать. Там килл, тут килл, там килл, тут килл. Как вам такой утренний Сынкинг с Тарасочкой? На 27-й примерно. Разминочный. Такой разминочный. Под кофеек. Хорошо заходит, мне кажется. Просто, просто Сынкинг, который купит за Тараску. Вообще не отчаивается. Майл, и все в порядке. Магический урон, что ПТ взял на силу. Купил себе Форстаф, Блинк, нам стандартный набор айтемов. И дальше сверху Тараска все это дело прикрыл. И нормально. Могут дождаться у нас Рошана. Две минуты, ЕГЭ никуда не спешить. Еще подфармить как раз тут Линкинг сферы. Может, на луне может быть Сатаник. И взять этот Аегис. Сыр для того же Сумаила, может быть, какого-нибудь. А нет, ну, для Вайпера, наверное, скорее всего. Просто пойти заканчивать игру. Неприятно, очень неприятно. Ну, ждать еще одной драки. Надеяться на то, что его Джинниусус пойдут без Рошана. То есть без Сыра и без Аегиса. Где генерал даст свой реведж. Ну, и вот комбинацию, в общем-то, провернут. Но уже, опять-таки, имея в виду то, что есть Сынкинг, которому нужно опасаться, это первое. Второе, то, что у Луны не будет Аегиса. Ее можно будет очень быстро запокусить. Я думаю, вряд ли. Вряд ли ЭГ будут идти именно так делать. Я думаю, именно Аегиса будут дожидаться. Он уже. Вайпер поставил своего волка туда. Есть у него доминатор. Как раз Вайперу Блокенбарда фармить. Что тут у нас еще полезное? Мека нет, мека не будет. Ну да, все. И, ну, и Луни взять вот этот Линкенсфер. Линкенсфер он берет только исключительно от Таска. Потому что при Варлз Панче его могут очень жестоко наказать. Ну что, Смейл, давай. Заветный Тарасочки. Вот она, 3100 здоровья. Вкусно. Очень вкусно. 3100 здоровья, Линкенсфера. Линкенсфер есть у Луны. Ну, ждут Нави. Закрылись на своей базе. Понятное дело, прожали Смог. Но Дэнди, видим, под треком все еще. Купил себя Индиск. Чтобы внезапно за фокус противника не погибнуть. Тоже, в принципе, правильно. Ей Госсептер у Морфлинга есть. Но, как мы понимаем, нафармить Снайгл Сонг здесь не представляется возможным. Просто потому, что Морфлинг, в принципе, не фармит. Айзерил бы очень пригодился. Вот, опять же, уничтожать очень быстро какого-то... Баунти Хантера, например, да? Он все еще слаб, 1200 здоровья. Но где же взять денег-то? Непонятно. Надо выходить из базы. Если ты выйдешь из базы пофармить даже вот этот нейтральный кэмп, то ты, возможно, будешь подвержен атаке. Потому что информации о местоположении противника у тебя нет. Вардов нет. А, опять-таки, бегает Баунти Хантер, который дает хорошую разведку. Поэтому генерал, точнее, Кристалл Айз вынужден, ну, вот, где-то бегать возле своей базы и надеяться, что что-то вот запушится. Вот так, например. И ты здесь... Ну, игра закончится в районе, через 3 минуты. Потому что 2 минуты до Рошана. Они Рошана будут забирать секунд 20. Ну, ну, не, ладно, 3.30, может, максимум потолок, вообще. Где-то так, на 31 с копейками игра должна... Может, на 32 закончится. Ну, в чём, Кристалл Айзу бы очень хотелось, наверное, получить 20 уровень, чтобы использовать, там, талант вот этот вот. Вращаться в своих, но левела тоже нет. Как и денег, в общем-то. Ну, в один момент, конечно, упустили. Вот не Тигры Нави, просто позволили противнику фармить, позволили делать всё, что противник хочет. Ну, вот сейчас смог под Вардом, что... Ну, во-первых, он... Не, он не под Вардом, да, или под Вардом был. Но, если они на Рошаны придут, то они проиграют драку, там. Они вне базы будут драться. Сейчас. Походим, верно, стреляют, что, да, по трекам. Лилл, ничего не успел сделать, погибает. Был только Ликенцвер своим мультимейтом. Четвером остаются Нави. Генерал занимает хорошую позицию, его видят под Ко, пошёл точно в него. О, трек, вайпера, страйк. Генерал не сможет порваться, но даёт рэбидж просто с того места, где он находился. Фокус прошёл. По луне луну смыло, хорошо. Крит, рэбидж, ворованный. Туда же Сумаил залетает, и снова шикарный рассказ. Боже, крит и Сумаил. Что ж вы делаете-то, демоны, с командой Нави? Пытается драться до конца Дэнди. ХП остаётся мало, и должны его будут забивать вайпер вместе с Сенкингом. Это минус 4, в живых остаётся только генерал. О, гуд гейм, бал плейд, это 2-0. Вдвоём просто драку выиграли, потому что Сумаил, О, Артезию очень быстро фокуснули, парень-то блокенбар не жмёт у нас. Вот, и... Игра просто закончилась. Да. Это у меня пролагало, или удалённый сервер нет? Ну да, это дотка. Понятно. Концовку нам не показали. Ну там концовка уже была ясна. А ГГ было написано, поэтому... Да. Неприятная игра была для Нави, очень неприятная. Просто как-то она в одну калитку позабыли об этой луне, которая очень дико перефармила. Хотя размены были, нормально там менялись, и у Марфа всё. В Миде нормально было, этого Вайпера убивали. Опять разменную монету кинули у нас Фира, да, на мидл. Оставили фланги, мы оставили Сумаила, оставили Артезию, на них внимания не обращали. А... Ощущение такое, что они просто... Как будто они убивают третью позицию, да, на Миде. Как будто этот Вайпер стоит в оффлейне, его убивают, 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 убивают. Но всё равно. У тебя первая позиция Артезия фармит, у тебя там вторая позиция Сумаил с Миде фармит. Без ранец на каком-нибудь персонажа играет, ну, можно так считать, да, они просто сделали перестановку по лайнам, но именно роли, первая, вторая, третья позиция, они остались вот именно такими. Сумаил не играет в оффлейне, он играет с героем, так по полуставилу получается, да, по их тактике, стратегии на игру, что он именно второй отыгрывает, что у него много фарма, ему дают эту фарм, и он там делает игру для своей команды, как он делал раньше Смиде. Ну, это было...